видео журнал горячий мастер представляет окно потеет что делать уважаемые зрители если кто-то первый раз зашел на странице нашего видео журнала горячий мастер то вы должны знать что это очень серьезное видео издание журнала на котором вы можете найти более 500 выпусков полезных уроков по строительству обустройству дома усадьбы бани погребов и в целом по устройству дома вы должны понимать что работает большой коллектив для того чтобы вы смогли понять как же на самом деле построить свой дом правильно и у нас уже есть давно награда серебряная кнопка ютуба которая вручается тем у кого больше ста тысяч подписчиков мы конечно ждем когда мы обнимем нашего миллиона подписчика но тем не менее если вы зажжете на странице нашего журнала то посмотрите именно те видео какие вам интересны все видео взаимосвязаны единой логической цепочкой если что-то говорится про фундамент значит про фундамент есть много видео и что если что-то говорится про крышу мансарду крыльцо про баню про печи если об этом открыта тема значит вы сможете найти на эти темы много видео в которых рассказывается не только как нельзя делать но и подробно как именно нужно делать как избежать грубых ошибок в каждом направлении строительства то именно того чего вы хотите мы очень трепетно относимся запросам наших зрителей и поэтому если вы задаете правильный вопрос комментариях мы обязательно на него отвечаем а если можем мы даже создаем тему нового видео которым мы потом рассказываем то о чем именно спрашивал нас наш уважаемый зритель это очень распространенная история когда потеют пластиковые окна от чего потеют пластиковые окна кто-то говорит возможно что в них нет щелей нет проветривания сырость в доме из-за этого они потеют да конечно и в этом причина но чаще всего причина от недогрева самого окна так как повышенная влажность обуславливает создание вот этой вот условий точки росы и вода течет по окнам но если правильно прогревать окна то потеть ничего не будет действительно некоторые говорят что дело в недостатке отопления вот посмотрите просто нормальные радиаторы и просто одно звено радиатора какое отопление будет лучше работать пластиковым окном многие говорят что должно быть отопление под таким окном во всю ширину такого окна вот посмотрите вот окно это окно уже зима кончилась но вы видите стена под окном размокшие с той стороны где нет радиатора то есть это окно потело зимой а если под окном радиатор во всю длину был то нет следов того что окно потело и отсырела под окном кладка есть еще один пример вот вы видите там где радиатор есть там следов промокания нет а с той стороны где радиатора нет там сыро но люди подумают что достаточно сверлить отверстие в подоконнике чтобы окно просто перестало потеть да конечно это хоть как-то изменит ситуацию но никакого волшебства не сделает нужно подходить более радикально и вообще понимать суть этой проблемы от чего это происходит можно прорезать такие довольно таки мощные сделать каналы чтобы у вас были и чтобы тепло из батареи уже выходило непосредственно в сам подоконник но когда вы поставите вот эти вот устройства в те отверстия которые проделаете самого края подоконника то это совершенно не сделает никакой погоды просто сейчас я вам хочу объяснить в чем же причина да действительно если окно действительно греть а греть мы его можем только теплым воздухом от радиатора и не от такого радиатора как данном случае где 30 секций от обычного стандартного радиатора которые современные радиаторы довольно достаточно большой объем теплого воздуха могут подавать в результате тепловой конвекции тогда все будет работать как следует самая главная идея подать воздух как можно ближе к стеклу теплый воздух от батареи что подался как можно ближе к стеклу вот видите вот подобный вот пример и как это все сделать я обязательно расскажу в этом видео в этом видео и вы не сможете мне сказать что я сказал что вот так не надо делать а как надо не сказал в этом видео в конце видео вы обязательно поймете что нужно сделать для того чтобы окно у вас не потело вся причина в том что люди считают конечно опять же я повторюсь что батарея виновата во всем именно батарея батарея бывает как говорится разная разных систем батареи бывает но люди говорят возможно батарея недостаточно близко к стене под под подоконником стоит возможно она маленькая или короткая недостаточное количество секций все это абсолютно неважно если правильно спланировать меры борьбы с влажностью под окном значит если у вас батарея короткая то она должна стоять под подоконником или у самого пола тоже люди задают вопрос и не знают что батареи у них такие стояли уже изначально или они не знают какие поставить но короче они дешевле у меня есть видео ссылка в описании посмотрите в которой я рассказываю на какой высоте должна стоять батарея от пола и почему тогда у вас на полу не будет создаваться вот такая холодная ванна по колено вы будете чувствовать что у вас ноет от холода ноги потому что просто по самое колено до нижнего уровня до нижней кромки этой батареи вашей под ногами у вас всегда холодно и вы посмотрев это видео поймете в чем же причина будем исходить из того что у вас нормальная батарея стандартная не короткая которая почти на самом почти от самого пола начинается и почти до самого подоконника идет наверх но конечно же люди считают что подоконник вот этот он играет какую-то роль декоративную тоже даже маленький подоконник мешает тому чтобы окно высыхало теплой батареи если она склонна к запотеванию представьте батарея у нас тепло видите она немножко розовый цвет имеет просто чтобы поняли теплый воздух от нее вот как вы видите на схеме поднимается наверх а холодный к низу батареи подходит с пола остывший воздух комнаты подходит батареи таким образом осуществляется конвекция тепловая также теплый воздух который поднялся к потолку остывая по всей по всем стенам комнаты опускается к полу и опять возвращается к этой батареи чтобы опять согреться на этой батареи подняться но когда за окном холодно видите за окном там еще потемнело то есть стало холоднее создается все все больше и больше условия зимой, чтобы окно запотевало, так как стекло само по себе оно никаких свойств по теплоизоляции не имеет и обязательно потеет, хоть в доме, хоть в машине. Но вы понимаете, в машине его обдувают и поэтому оно там не потеет, а в доме недостаток теплого воздуха приводит к тому, что окно потеет. Даже воздух от батареи поднимается, он не стремится пройти вдоль стекла, а по стеклу по холодному, холодный воздух остывший при контакте с этим холодным стеклом спускается вниз к подоконнику и засасывается наверх теплым воздухом, идущим от батареи. Таким образом у окна в районе подоконника происходит своя конвекция по остыванию воздуха, а на самой батарее происходит такая история по прогреву воздуха. Значит окно остывшее, оно обязательно конечно же производит вот эту влагу, эти капли, конденсат, который стекает по самим рамам на подоконник и с самих самого подоконника может течь как внутрь помещения, так и просачиваться в стену, размачивая эту стену, снижая тем самым функции теплозащиты. То есть в этом месте под подоконником, кладком, можно сказать вообще уже тепло в себе нисколько, то есть не является теплоизолирующим материалом, потому что сырой кирпич или какая у вас там стена, она просто промерзать может стремиться. И естественно все это размакает, и когда вы уже это видите эту жуткую историю, вы понимаете, что что-то ненормальное происходит, что мы должны с вами тогда еще понять, может быть люди подумают, что узкий подоконник, если будет совсем узкий подоконник, то тогда воздух будет подниматься наверх вдоль окна, но даже узкий подоконник и то, как вот вы сейчас увидели, не способствует тому, что теплый воздух поднимался вдоль стекла. А если попробовать поставить широкий подоконник, чтобы было совсем красиво, тогда эта история уже вообще начинает работать совсем в другую сторону, то есть зона холодная вокруг стекла еще больше становится. Давайте уберем на пробу подоконник совсем, потому что, как сказали мне мои зрители, когда у нас не было подоконника, когда мы строили только дом, окна совсем не потели, мы его отапливали и окна не потели. Но тогда вы и не дышали, и не создавалось дополнительно влажное в доме, не варили там ни суп, ни компот, в общем, и теплый воздух от самой батареи непосредственно по окну поднимался, потому что подоконника не было, и ничто не мешало этому воздуху подниматься. А сейчас вы уже живете, вы поставили красивые подоконники в дом, уже такая человеческая влажность, человек в сутки выдыхает полтора стакана чистой воды. Представляете, это же вода висит у вас, как говорится, в воздухе. И я предлагаю, если в подоконнике вот эти вот каналы проделать как можно ближе к стеклу, но если вы сделаете каналы как есть просто в подоконнике рядом со стеной, то этого будет тоже недостаточно. Эти каналы, они в общем-то будут равны ширине узкого подоконника, и погоды не сделают. Потому что, я еще раз скажу, у стекла есть своя циркуляция воздуха, холодный воздух опускается вниз. Вы должны мощно подать теплый воздух как можно ближе к самому окну. Если сделать широкий подоконник и сделать канал на самом срезе подоконника, уже подальше от окна, то этот воздух будет подниматься все равно, что рядом с узким подоконником. Вы видите, вот пример, мы рассматривали с вами узкий подоконник, который течет, а тут широкий подоконник, и в нем сделаны вот эти вот отверстия, чтобы теплый воздух поднимался наверх. В общем, это тоже совершенно не выход. Конечно, ситуация будет чуть-чуть легче, но все равно не избавит вас от этой жуткой проблемы. Выход я вижу в том, чтобы подоконник нужно построить, сделать такой, чтобы канал выхода теплого воздуха мог быть как можно ближе к стеклу, а теплый воздух, чтобы подавался снизу в сам этот подоконник, чтобы сам подоконник в себе содержал вот этот вот канал, который будет перемещать воздух как можно ближе к стеклу. Смотрите картинку, кто внимательно будет смотреть, тот все поймет. Таким образом, теплый воздух в этом канале подоконника будет проходить непосредственно, прям по стеклу теплый воздух будет проходить. Но в данном случае начинает работать другой закон физики. Сколько бы вы не сделали ответствий в вашем подоконнике, теплый воздух не будет стремиться туда проходить весь, потому что воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления. То есть, если у вас открыта со стороны дома вся сторона батареи, то воздух теплый пойдет весь туда и только малая часть будет проходить по тому каналу, который вы специально хитроумно сделаете, чтобы воздух шел у вас по стеклу. И вы не сможете обмануть законы физики, потому что воздух именно пойдет туда, где полегче. А холодный воздух будет вам по стеклу спускаться и давить прямо в этот канал, этот ваш теплый воздух, он будет его передавливать. И вы не получите в данном случае никакого эффекта. В данном случае нужно понимать, что вы должны сформировать некий такой вот отсек с теплым воздухом, где теплый воздух у вас нагревался. Представьте, что вы установите такой вот декоративный экран, почти глухой декоративный экран, открыт только снизу для притока холодного воздуха. Тогда весь теплый воздух будет стремиться по этому вашему хитроумному каналу или по тому каналу, какой у вас есть, подниматься будет наверх к стеклу. То есть в этом случае весь теплый воздух батареи будет идти у вас по окну и по стеклу. Но если вы будете чувствовать перегрев все-таки вашей системы батарей, вы можете предусмотреть открывающиеся ваши какие-то люки в этом декоративном канале, когда вы сможете его приоткрывать, чтобы больше воздуха проходило. Снизу холодный воздух поступал и прогревался и выходил еще не только под подоконником в окно, но и просто под подоконником в комнату. Если у вас короткая батарея, то вы должны понять, что если вы опустите декоративный экран почти до самого пола, 10 сантиметров не доходя до пола, то он будет у вас работать, эта батарея, как длинная батарея, так как холодный воздух будет засасываться в самой нижней точке вашего пола. И у вас не будет этой холодной ванны под ногами. Поэтому все на самом деле очень просто. Вот перед вами простейшая фотоинструкция, как я считаю это нужно сделать. Вы видите окно, радиатор отопления и место, где нужно установить подоконник. И как же можно оборудовать все правильно, чтобы окно не потело. Вот в этом подоконнике нужно вырубить нишу. Видите, вот мы понизили уровень, в этом месте образовалась такая вот ниша. Уровень подоконника снижен, но остались места, куда именно заложить ваш подоконник. Теперь вы должны решить, какой ширины будет у вас подоконник, насколько он будет выступать у вас от окна в помещение. Потому что под этим подоконником обязательно должен стоять у вас экран, который будет формировать восходящий поток теплого воздуха. Если вы найдете такой подоконник, достаточно ширины, вы конечно же должны сначала узнать, с какой ширины подоконник вы сможете найти, из чего он будет сделан. Потому что под этим подоконником у вас должен проходить теплый воздух. Если такой подоконник вы нашли, то вы можете прорезать в нем специальные вот такие вот отверстия, установить туда декоративные вентиляционные решетки, которые вы можете купить где угодно и какой угодно формы, вида и цвета. Когда все это у вас готово, вы внизу строите красивый декоративный экран, который будет у вас стопроцентно глухой, с узкой щелью под подоконником. И в таком случае теплый воздух у вас будет поступать через отверстие к окну, и часть воздуха будет уходить у вас с помещения. Конечно, узкая щель над глухим экраном под подоконником, она может выпустить очень много теплого воздуха, уже минуя канал под окном. Поэтому вы должны сделать вот эту вот щель в декоративном экране немножко ниже подоконника, чтобы сформировать подушку теплого воздуха, которая будет давить именно ваше верхнее отверстие под окно. Чем вот сантиметров 10-15 вниз вы должны будете сделать, опустить вот эту вот щель на декоративном экране. В таком случае теплый воздух будет собираться там, как в колпаковой печи, и тепло будет стремиться и выйти через ваш канал под окно. И таким образом холодный воздух, остывший воздух в вашей комнате, будет поступать под декоративный экран 10 сантиметров от пола. Он должен начинаться, будет прогреваться на батарее, и выходить в эти специальные вентиляционные решетки, обогревая и просушивая ваше окно. И часть воздуха будет выходить у вас через отверстие, через щель, которая в вашем декоративном экране. В таком случае ваша батарея будет выполнять все функции, не только обогрева вашего помещения, но и целенаправленно будет осушать ваше окно. В общем-то ничего сложного нет. Кто слушал меня внимательно, тот молодец. Еще раз скажу, слушайте советы умных людей, подписывайтесь на наш видеожурнал Горячий Мастер.